шалом глаза мудреца в голове так написано в книге коэллет мы понимаем с вами что в голове у человека для того чтобы он совершил какой-то мудрый поступок должна быть мудрость расчет надо рассчитывать каждый шаг не глазами материальными а тем глазам мудрости которые находятся вот здесь под глазами имеется ввиду два основных качества которые называются разумные сферы от хохма и бина хохма мудрость она символизирует собой вспышку света это что-то неопределенное но начальное некий корень идеи что я буду делать завтра как я построю свой день стоит ли мне сейчас это делать или нет и почему общий ответ и общий разворот событий это хохма бина это уже попытка человека разложить все по полочкам по стадиям классификация вещей то есть план написано что хохма и бина это папа и мама которые порождают что они порождают эмоции они порождают медот вот эти необходимые качества человека которыми он будет вершить свое будущее один ученик спросил у ребят как ребят поступил если бы попал в такую переделку или в такую неприятную ситуацию он сказал мудрый человек он должен делать так чтобы в эти ситуации не попадать для этого у нас есть хохма и бина наши внутренние два глаза шалом шалом